Синтезатор, велосипед, электронная пианино, ноутбук и даже косметический ремонт в квартире. Такие желания в канун Нового года загадывали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Они отправили Деду Морозу 150 писем, и все их желания сбылись. В Денецком округе прошла традиционная новогодняя акция «Елка желаний». Письма все Дедушке Морозу писали? Да. Да? Молодец. Как зовут? Алексей Коткин. Алексей Коткин. Отлично. «Елка желаний» была установлена в помещении Центра комплексного обслуживания населения, и каждый желающий мог снять с нее открытку с просьбами детей. В этом году письма на имя Деда Мороза пришли от 150 детей из 91 семьи. Желающих сделать новогодний сюрприз для маленьких жителей Ненецкого округа оказалось даже больше, чем писем. А исполнять детские мечты пришел в Дворец культуры Арктика сам глава региона. Он вручил детям и их родителям сертификаты на новогодние подарки. «Сегодня ваши все желания исполняются». Исполнили заветные желания ребят и парламентарии, и чиновники. Подарки в комплексный центр социального обслуживания, который и выступает организатором «Елки желаний», отвезли председатель собрания депутатов НАО Александр Лутовинов и его заместитель Максим Арбузов. Сенатор Денис Гусев подарил 11-летнему Вите и его сестре Маше ноутбук. «Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И это девиз нашей замечательной «Елки желаний», правильно?» Желание маленькой Лизы тоже исполнилось. Девочка очень хотела годовой абонемент в бассейн «Дельфиненок». Ведь регулярные занятия плаванием очень важны для малышки. Они убирают спастику и помогают в процессе реабилитации. «Она, конечно, киндер-сюрпризы, шоколад. И потом вдруг бассейн. Мам, мы давно не ходили в бассейн. Я хочу в бассейн. Я говорю, а давай напишем бассейн». И написали. Желание Лизы находилось у Деда Мороза аж до самого 29 декабря, пока добрая команда индивидуальных предпринимателей не решили помочь осуществить мечту малышки. «Увидела на телеканале «Север», как Светлана Хатензейская дает интервью о том, что собирают детям подарки различные, пишут письма Деду Морозу, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, либо дети, которые к ним ранее обращались уже за помощью с какими-то проблемами. И я позвонила Светлане узнать, остались ли какие-то подарки, потому что это уже было 29 числа. Она говорит, да, сейчас посмотрим, у нас вот есть такое письмо». Сбор организован студией «Красоты особо» совместно с рестораном «Кочевник», магазином «Электротовары», «Автодеталь», транспортной компанией «Северный путь», оптикой «Айлук», центром всестороннего развития «Полиглот», сетью магазинов «Бьютик», рестораном «Тиман», магазином «Флоренция», кафе «Алекс Кофе», НТП «Рубус», магазином детских товаров «Брусочек» и индивидуальным предпринимателем «Ольгой Гвоздь». «И мы быстренько вот за 29, за 30 число собрали, кого знаем, кто кого вспомнили, знакомые есть тоже, друзья, у кого бизнесы. Обзвонили, собрали, поехали, купили. Конечно же, дельфиненок тоже внес свою лепту. И вот приехали, поздравили Лизу. Такое новогоднее чудо». К слову, Лиза получила не годовой, а безлимитный абонемент в бассейн дельфиненок. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».